Принудительная депортация детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Это один из способов гибридной войны Кремля против Украины, а также акт геноцида украинского народа. Это цитата из аналитического отчета, подготовленного Восточной правозащитной группой и Институтом стратегических исследований и безопасности. Пространный документ о насильственном выводе несовершеннолетних из Украины включает исследования, проводившиеся на временно оккупированных территориях и в регионах России в период с февраля по декабрь 2022 года. Речь в отчете идет не только об обстоятельствах и методах депортации, но и о паспортизации и усыновлении украинских детей российскими семьями. Прямо сейчас к нам присоединяется Павел Лисянский, основатель Восточной правозащитной группы, украинский правозащитник. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Благодарю вас, что нашли время. Я почти полностью прочитала документ, но я все равно буду вам задавать вопросы, как будто я его не видела для наших зрителей, которые, ну, вероятно, еще не получили возможность прочитать, ознакомиться с этим текстом полностью. Так вот, расскажите, пожалуйста, сколько всего эвакуировано детей из Украины в Россию с начала боевых действий? Есть ли точные цифры? Ну, если мы говорим об эвакуации, да, то есть мы это называем депортацией. Депортацией, да, наверное, это правильно. Простите. Нет, нет, дело в том, что есть термин эвакуация, да, который вот есть в российском документе, в так называемом гуманитарном штабе. Вот там есть цифра. 714 тысяч детей пересекли границу Российской Федерации, которая ограничится... Да, технические неполадки. Связь у нас барахлит местами. Сегодня мы сейчас перезваниваем нашему гостю. Это Павел Лисянский, основатель Восточной правозащитной группы, украинский правозащитник, который является одним из составителей доклада о депортации украинских детей в период, собственно, с начала боевых действий, с февраля по декабрь 2022 года. И там в этом документе, я его видела, повторюсь, много о депортации детей из так называемых ЛНР и ДНР. Кроме того, в документе на категории поделены дети, которых вывозили в Россию. Есть, например, там дети-сироты, есть дети, которые потеряли родителей уже во время войны, после того, как Россия напала на Украину. Есть дети, которые находились в специализированных учреждениях. Ну, в общем, разные ситуации, разные группы детей, и, конечно, по-разному складывалась их судьба, хотя всем им, насколько я могу судить, ну, большинству, по крайней мере, выдали российские паспорта, и стали они все гражданами России, по мнению российских властей. Мы, должно сказать, звоним Павлу Лисянскому в Киев, а там в любую секунду может исключиться электричество, пропасть связь, благодаря действиям и усилиям российских вооруженных сил, которые наносят, как они выражаются, удары высокоточные по объектам военной инфраструктуры. На самом деле, конечно, по гражданской инфраструктуре, оставляя Украину в холоде и во тьме. В Киеве, как вы знаете, сейчас по графику подается электричество. Ну, Павел подключается, говорит мне шеф-редактор Вуха, давайте с Павлом все-таки обсудим доклад. Он очень интересный, очень важный на самом деле. Я прошу прощения, вы начали рассказывать, у нас пропала связь. Да, извиняюсь, это перебой с интернетом, пропал интернет, сейчас опыт восстановился. 714 тысяч по данным этого штаба гуманитарного российского, так называемого, но по нашим данным это просто те, которые выезжали через Российскую Федерацию, но в том числе среди них есть более 50 тысяч именно вот принудительно депортированных детей, это по нашим подсчетам. 50 тысяч, Павел, 50 тысяч? Более 50 тысяч это принудительно депортированных детей, которых распределили по семьям в Российской Федерации, которые живут сейчас в пунктах временного содержания, которые есть на приграничных территориях. То есть, как бы, там, ну, огромные цифры, и это еще не вся цифра. Мы работаем над точной цифрой, потому что на временно оккупированных территориях начали лишать родителей родительских прав, да, и, соответственно, из-за этого, именно из-за этого нет точной данной по детям, но более 50 тысяч это более-менее, ну, вот, божественная цифра. Скажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах в основном это происходило, вот эта депортация детей, вывоз? Ну, сначала это были дети-сироты, прямо вот с начала войны, да, то есть, как бы, 18-го числа были зафиксированы первые факты депортации. Потом это вошло в систему, за этой системой стоит Мария Львова-Белова, детям, бюстмен РФ, и экс-бюстмен России, действующий депутат Госдумы РФ, по-моему, она вице-премьер еще, если я не ошибаюсь, Анна Кузнецова. Они разрабатывали вот эту вот систему, и именно они лоббировали, конкретно Мария Львова-Белова на встрече с Путиным, она просила его там, чтобы он повлиял на депутатов, чтобы разработали механизм, как российским семьям усыновить этих детей. И вот они думали буквально там до мая, думали и разрешить, чтобы российские семьи на законодательном уровне могли усыновлять детей, но потом все-таки просто внесли изменения и дали право этим детям получать российское гражданство в упрощенном формате. Но, смотрите, у нас есть такие факты. Дети 3-5 лет их депортируют в Россию, назначают в детских домах России опекунов. Эти опекуны из этих детских центров обращаются в миграционный служб в Россию, и дети в упрощенном порядке предоставляют российское гражданство. Вопрос. Эти дети в таком возрасте, они вообще осознают, что происходит? Что у них, что они меняют гражданство. А когда их семьи устанавливают, им меняют фамилию, соответственно, меняют отчество. Поэтому ситуация там с этим очень критическая, и это на сегодняшний день доказано, что это происходит под принуждением. Я уже скоро будет 9 лет, как я занимаюсь исследованием военно-оккупированной территории, я могу сказать, что никогда интереса к детям-сиротам и к детям у Российской Федерации на временно-оккупированных территориях не было. А с началом военной агрессии России и Украины фактически они даже в виде выделили 315 миллионов инвизионного фонда на проведение глубинных исследований, медицинских глубинных исследований у детей. Да, для 83,5 тысяч. Потому что зафиксирован факт, что на территории России тех детей, которые устанавливают депортированные детей, которые распределяют в российские семьи, российские семьи начали отказываться, потому что детей выявили болезнь. И это даже не мое предположение, а в нашем отчете там есть прямая речь Наталья Городицкая, это общественная деятельность России, которая сама этот факт подтверждает. И для того, чтобы уменьшить количество возвратов, были выделены деньги из бюджета Российской Федерации, в том числе по отрицательному фонду. Мы этот документ приводим, он там в последнем разделе, через выводами. И они проводят такие глубинные исследования, то есть здоровые, и они дальше депортируют, а больных оставляют на временную инфицированность. Скажите, если коротко, как вы думаете, есть ли шанс... Хотя, знаете, не об этом скорее. Почему сейчас вы говорите, вы наблюдаете 9 лет за происходящим, и не было никогда такого интереса к детям украинским, как после начала широкомасштабного вторжения России в Украину? Что изменилось, что произошло, если коротко? Смотрите, там есть группа в Кремле провластная, которая постоянно работает над... Она такая националистического характера, да, к примеру, входит Владимир Медийский. И они постоянно работают над тем, чтобы, к примеру, приумножить население Российской Федерации. Это программа соотечественник по интеграции славянского населения, русского, разговорящего населения на территории России, после этого страны, конкретно из Украины и Белоруссии. И вот они внедрили эту схему для того, чтобы... Потому что вот они проводили демократические замеры, да, вот демократические исследования. И мы видели, что на сегодняшний день они беспокоены тем, что этическое население практически там сравнялось по количеству со славянским населением Российской Федерации. И таким вот образом они в том числе пытаются реализовать вот эту схему и интегрируют детей из Украины для того, чтобы вот, как это, уравнять, уравнять... Именно славянских детей, да, что характерно. Да, именно детей славянской наружности. Это первое место. А второе место, они же выдают паспорт гражданина Российской Федерации. И, ну, таким образом убивают украинскую идентичность, да, да, и надеются таким образом уменьшить детей. И, конечно, то, как нам говорили дипломаты, да, там, общественные деятели и политологи, что они замедлили такую тенденцию, что на каждого убитого солдата и пословных войск Российской Федерации они стараются вывести 10 украинских детей. Вы знаете, ну, этот отчет, это у нас где-то 31-й отчет по ситуации на временно опутированной территории. У нас есть разные отчеты, вот, на нашем сайте представленные. И я вам хочу сказать, что этот отчет, когда мы делали, мы старались на каждой область сделать документальное подтверждение, чтобы не быть голословными. Ну, и я думаю, что если вы с этим отчетом сказали, что вы практически совсем ознакомились, вы можете увидеть, что там мы практически приводим данные и подтверждаем каждое свое слово. Я вас благодарю, и я надеюсь, что наши зрители обратятся к документу и внимательно его изучат, и прочитают это, правда, чудовищные, чудовищные данные. Павел Лесянский, основатель Восточной правозащитной группы, украинский правозащитник, на прямой связи из Киева.